доброе солнечное утро мы уже с утра на ногах идем в нашу квартиру придет мастер и будет делать розетки нам покажу вам вид из окна моей спальни видите какая красота горы мы ждем электрика я вам покажу я же купила целый пакет розеток черных вот таких и электрик придет и поставит и будет белая стена и черные розетки должно быть красиво электрика нашла моя племянница из стамбула оля в приложении я писала на фейсбуке в русских группах спрашивал кто же мне поставить розетки и прикрутит лампочку знаете какие были цены 50 лир одна розетка поставить и 150 лир повесить люстру что вы думаете оля знает такое приложение где ищет мастеров и она дала объявление нашелся мастер который сказал цену 350 лир за все 350 лир друзья вы видите на чем я сижу тогда я сижу на диване языке у нас доставка была рано вы все помните а сборку дивана хотели предоставить 1 октября моя оля родственница ждать не стала и в этом же приложении где нашла мне мастера электрика она тоже дала объявление собрать диван в русских группах я тоже спрашивала но пока что я не нашла там а в икеа предоставляют сборку за 900 900 с копейками лир собрать диван в икеа да и знаете за сколько мне собрал мастер наш диван 250 лир вот такое приложение только надо знать турецкий язык пришел мастер электрик сказал что ему ровно час поработать мы его оставили дома будет придем когда будут красивые розетки я вам покажу а мы с марусей сейчас сядем на автобус проедем несколько остановок до магазина канцелярии вы все спрашиваете про школу беспокойтесь спасибо вам большое вот мы начинаем заниматься школой точнее как здесь нужно оформлять ребенка в школу вот когда уже есть пнж да мы делаем через это бред какие-то документы у нас даже назначена рандеву на понедельник утром то есть сейчас мы сделаем распечатаем анкету заполним ее сделаем копия документов тоже в этом магазине канцелярия и в понедельник маруся пойдет на рандеву со своими документами еще и стали на которые переведенные на турецкий язык и там уже нам скажут школы которые прикреплены к нашему адресу и только после этого как ей дадут добро марусь мы начнем ходить вот в эти школы которые по адресу и выбирать и уже тогда маруся поступит в школу турецкую государственную будет учиться представляете что-то мы много остановок проехали вот уже остановка университет мы проехали этот магазин канцелярия а вот ворота это уже территория университета здесь уже живут студенты учатся я так понимаю а нам надо вниз по университетской дойти до этого магазина ну круто смотрите прямо лес здесь просто лес красота вот так выглядят эти ворота такие пальмочки красота пустяки а нам надо спуститься вниз по университетской с горки хорошо идти вот такая вот у нас прогулочка то есть нам надо было выйти на одну остановочку раньше а мы ну мы не знали мы пешком ходили в этот магазин когда только приехали и нам нужны были тоже тетрадки ручки по маруси мы покупали там чтобы она занималась турецким языком с учителем сегодня ветер вообще благодать градусник мару сколько градусов сегодня досмотрела не смотрела сегодня обычно она смотрит у нас но я думаю градусов плюс 27 точно может 28 еще раннее утро 10 утра только вот этот магазин называется так кирташи если правильно прочитать сделают копии и продается канцелярия тетрадки карандаши ручки шанель прямо легла и жарко копии видите сделала я копии купила еще такие прозрачные папочки на кнопочке чтобы каждую папочку подписать и складывать счета туда ну например оплата электроэнергия чек до оплата газа ну вот так вот на 60 лет все мне обошлось копии паспортов кемлик анкеты спускаемся вниз по нашу университетская улица к нашему дому вот красота да там где горы хочу вам показать отель в котором мы жили вы все помните упорт хом помните я сейчас покажу камеру поверну и вы его увидите вот он здесь мы с марусей жили 900 лир сутки номер стоит один плюс один там все и стиральная машина и холодильник и плита и и по этой улице вниз с нашей стороны и с противоположной стороны будут кафе и магазины все что хотите далеко ехать никуда не надо голодными не останетесь вот пожалуйста еда вот пожалуйста магазинчик вот еще пожалуйста кафе на противоположной стороне тоже самое кафе и там уже эмиграс вот аптека на углу остановка а нам пройти одну остановочку до нашего дома в этом кафе мастик вкусная пицца нам понравилась марусь и не очень просто помидоры но она их выковыривала это пицца называется как называется маргарита а там живет котенок которого маруся рядом с ветеринарной клиникой подкармливала помнишь того котенка марусь когда мы жили здесь в порт хоми мы со время гуляли и ходили кормили того котика переходим дорогу у порт хоми вот совсем рядышком так красный свет но почему-то машины стоят а нет вот поехали решили с маруся чуть-чуть свернуть сторону у порт хома поздороваться с тем котиком вот клиника где клеща вытаскивали мар этой шанельки марусь хотела сказать а в том кафе это все кафе представляете вот в этом отеле хорошо было в этом отеле так а вот здесь вот котик марусин приветливый живет но вот сейчас я это другой думаешь вон наш вот он какой тут другой а мы сегодня а мы сегодня без корма корм у нас в апартаментах потому что мы бежали по делам ой котики вспомнил тебя да марусь но Ну, ничего, в следующий раз прогуляемся с кормом сюда. Красавчик. Ой, красавчик. Узнал. Маруся идет, и кот идет. Мне такая смешная. В этой ветеринарной клинике мы будем покупать ошейник от клещей. В этом кафе на углу мы с Марусей кушали вкусные пирожные. Здесь мы часто видим, что играют в настольные игры, курят кальян в этом кафе. Вообще, в Турции, я не знаю, кальян очень популярен. Чуть ли не в каждом кафе люди сидят и курят кальян. Здесь вообще очень много курят. И не только кальян, но и обычные сигареты. Пьют кофе и очень много пьют чая. Чай, если вы помните, даже на рынке разносят и предлагают купить чай, попить чай. Вот, такие, вы видите, кафешки. Сейчас утро, поэтому людей нету, а вечером здесь очень многолюдная улица. Круста вам здесь не будет. Это наша любимая университетская. Это магазин косметики. Шампунь я там покупала от души гели. Это магазин шок. Сейчас, наверное, с Марусей зайдем в шок. Дальше идет кафешки, кафешки. Марусь, пойдем зайдем в шок. Здесь, помните, котята росли. Где тут твои котята, Марусь? Выросли они? Нет? Что-то не видно. Что-то не видно. Корм стоит, а котиков не видно. Не видно. На входе в шок сразу овощи. Я взяла веточку помидорчиков по 19,90. Ну, это, грубо говоря, килограмм евро. Потому что хочется мне яичницы с помидорами. Здесь и булка, здесь хлеб по 7 лиры. Марусь, что взяла? Попкорн. Попкорн. Так, нам нужны яйца. Так, здесь сладости всякие. Шоколадки. Ну, вот цены на шоколадки. 4, 2 лиры. 6 лир. 4 лиры. Вот фисташки. Марусь, давай возьмем фисташки. 36 лир. Пачка 150 грамм. Мигросе пачка стоит в районе 85 лир. Но там 180 грамм вроде. Ну, Мигрос вообще дороже магазин. Так, здесь курица. Филе куриное. Скорее всего, возьму сейчас. Цена 66 за килограмм куриное филе. Так, что сырочки. Сырочки 3,50. Сырочки. Так. Здесь я еще беру бастурму. А, нет, это я беру по 101 бастурму. Здесь что-то я не вижу. Молочный отдел. Так. Аэран. 2,25. Я молочку не люблю. Покупаю только молоко трехпроцентное в кофе. Так, что здесь. Сахар. Вот 2 килограмма сахарного песка. 51 лира. 2 килограмма. Мы покупаем вот такой сахар. Кусковой. Нам нравится. Есть такой. Коричневый. Чай. Вкусный. В пакетиках. 19,50. Евро. Огромная пачка чая. Лимонады. Так. Марусь, где яйца? Не видела яйца? Наверное, может быть, здесь. Нет, здесь, наверное. Масло. Масло. Цены на масло. Ну, вот литр 35 лир. Это 2 евро, да, грубо говоря, литр подсолнечного масла. А вот кукурузное масло 169. 5 литров. Так. А оливкового 5 литров 319. Так. Крупы, только гречки здесь нету. Здесь такой вот рис. 26 лир за килограмм. Макароны здесь все вкусные. И очень дешевые. Вон, по 5 лир. Вообще. Прошли мы яйца, не заметили. Так, цены вот такие вот. А мне нужна маленькая пачка, но я маленькую пачку не вижу. Вот столько яиц, 15 штук. Цена 36 лет. 2 евро. Вернулась, взяла луковицу, потому что хочу яичницу с помидорами и с луком. 5,90 линей за килограмм. Идем на кассу. Так, мороженое Маруса захотела. И вот такие стаканчики. Сейчас выбирает. Как называется ты, которая захотела? Шоколадный соль. Понятно. Пойдем на кассу уже. Я еще куриное филе положила, потому что на куриное отъемное нет. Пойдемся на кассу. Касса у нас тут. Вот пробили уже куриное филе на 32 лиры. Мороженое 45. Упаковка мороженого 45. Ну, я вам сейчас общую сумку. Вышли мы с магазина, набрали целый пакет и яйца, и куриное филе, и мороженое, и всякие там киндеры Маруся набрал. Короче, пришло оповещение, сняли у меня с карты 13 евро. 230 чем-то турецких лир заплатила. Вот с улицы поворот тоже ситые. Опять кафе, кафе. Здесь мы, помню, первый раз, когда приехали на эту улицу, обедали. Здесь очень вкусный куриный шашлык. С каким этим самым пшеном шашлык давали? С булгуром. С булгуром или с чечевицей? С булгуром. Так, здесь мы пьем апельсиновый свежий сок. Здесь делают мороженое. Просто все закрыто. Еще время 11 утра. Вот еще поворот с улицы университетская к домам. Здесь тоже кафешка. Кафешки и последняя кафешка с красными зонтиками. Это уже поворот к нашему дому. К нашим апартаментам. Сейчас пойду к себе в квартиру принимать работу мастера электриканства. Розетки уже готовы. Он позвонил. Это фигура. Мы сюда ходим тоже, в этот магазин. Здесь что-то строится, откроется потом. Вот мы, кафе Кунук, где мы встречались и с Мирославой, и с моими подписчиками. Мы сидели здесь тоже. А вниз идет дорога в Сайопарк и к набережной. Мы поворачиваем к нашему Сите. Иду к своему дому. Я вам уже показывала, продаю квартиру. Красивое Сите. Очень красивое. Какой у меня бесшумный лифт вообще. Поднимаемся на 12 этаж. Ну вот, друзья, вот такие вот включатели у меня. Черные. Вот такие вот у меня включатели черные. А еще такой вот включатель черный. Во всей квартире включатели черные. А вот мы диванчик. Но он будет стоять сюда ближе, потому что здесь будет висеть телевизор, а диванчик будет стоять ниже. Пришла я к мастеру. Тут у него целый детский сад. Пришли его дети. Валяются уже на моем диване новом. Конечно, такие, знаете, с приложения, работники. А еще он разбил стекло. Вот я вам покажу. Вот включатель он сделал на кухне. И посмотрите, стекло. Он говорит, что предыдущий включатель якобы был неправильно повешен. И вот он начал переделывать. Это все помоется, друзья мои. Это руки грязные у него. Вот. И вот пошло вот такое вот. И теперь я не знаю, где мне заменить вот это черное стекло. Буду думать. У Маруси в комнате черные включатели. И вот такую лампочку Ильича повесил. Ну а что? Потом люстры выберу и уже повесим люстры.